И в условиях жесткого карантина депутатская комиссия по вопросам строительства, архитектуры и городского дизайна продолжает реагировать на обращения граждан. Исходя из своих полномочий, председатель комиссии Светлана Сауленко напоминает. Ни одно решение, касающееся застройки городской территории, не должно проходить мимо профильной группы депутатов. Все нарушения комиссия старается оперативно пресекать. Предложения по строительству объектов социальной важности тщательно прорабатывает. Мы сегодня рассматривали один из проектов детального плана территории, на котором запланирована школа, два детских сада. Было принято решение, чтобы все могли ознакомиться детально с этим проектом, для того, чтобы на сессию вышел согласованный проект, чтобы все члены комиссии и все желающие, общественники могли ознакомиться. Мы информационно рассмотрели и принятие этого вопроса перенесли на очередное заседание комиссии. Также на строительной комиссии снова обеспокоились по сути ликвидацию управления государственного архитектурно-строительного контроля. Вместо ГАСКО в Реминистерстве будут создаваться три других органа. Но об их полномочиях пока никто не знает. Письмо с просьбой разъяснить проблему отправили в Киев. Контролировать строительство сегодня некому. На сегодняшний день, к сожалению, самая главная беда, которая происходит, при ликвидации инспекции архитектурно-строительного контроля были остановлены функции по проведению плановых и невнеплановых проверок. Мы раньше проводили эти проверки на основании постановления комитета министра 550-летий. К сожалению, его приостановили и на сегодняшний день мы можем регистрировать только разрешительные документы на начало и окончание строительных работ. А проведение проверок делать не можем. Вот это самый большой минус, который я считаю у нас есть. Почему? Приведу вам пример. На сегодняшний день человек подает уведомление о начале строительных работ и сам вносит туда информацию. А проверить достоверность данных этой информации я не могу. Продолжение следует...